Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Возмездие неотвратимо. Следственное управление подвело итоги работы за прошлый год. Резонансные темы. Павел Малков высказался по платным парковкам и ремонту Северной окружной. Стоят девчонки, стоят в сторонке. Полицейские накрыли крупную межрегиональную группу воришек сотовых телефонов. В Рязани раскрывают все убийства. Об этом сегодня говорили на расширенном заседании Следственного управления по Рязанской области. Его провели сегодня в библиотеке имени Горького. Говорили об основных направлениях работы, но не только. Валерия Седова основные цифры. Стопроцентная раскрываемость по преступлениям 105 и 111 статей. Речь об убийствах. Это ключевой показатель работы регионального следственного комитета за первые полгода 22-го. И это только часть общей статистики, которая порадовала и в Рио губернатора. Надо сказать, что ваша ответственная и профессиональная работа, она очень многое влияет. На самом деле, то есть рязанцы видят, что система работает, виновные несут наказание, а значит, они не теряют веру справедливости. Уже мы сегодня говорили, в зоне особого внимания у нас, конечно, должна быть борьба с коррупцией. Это наша общая работа и правительство области здесь окажется необходимая поддержка, помощь. Работают следователи не только по делам текущим. Есть в региональном СК второй отдел по расследованию особо важных дел, который занимается уголовными делами прошлых лет. За эти полгода раскрыли 37 преступлений по 32 уголовным делам. По традиции награды за отличные показатели в работе получили лучшие сотрудники. Правда, нельзя сказать, что хорошие результаты отдела – это заслуга персональная. Владимир Никешкин, руководитель следственного управления, отметил в своем выступлении отличившиеся следственные отделы. Поддержали и добрую традицию – вручили благодарственное письмо родителям отличной следовательницы. Профессия следователя, о которой она очень давно мечтала, она осуществилась. Вот письмо благодарственное. Очень все хорошо. Я очень рада свою дочь. Другую традицию возобновили. В преддверии дня работы органов следствия подвели итоги конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного общественного мнения по деятельности следственного комитета. Благодарность выразили журналистам, которые широко освещают работу следователей, в том числе и нашему телеканалу. Почтирность и периодичность в освещении деятельности следственного управления победителем признан корреспондент телекомпании «Город» Седок Валерий Игоревич. Расширенное заседание коллегии прошло в двух частях. В первой, торжественной, подвели итоги и наградили лучших. Вторая же посвящена докладам руководителей и постановке целей на остаток года, чтобы показатели были, как минимум, не хуже. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сразу по двум резонансным темам прошелся в Рио губернатора Павел Малков на региональном правительстве. Платные парковки и ремонт северной окружной. Темы эти сейчас в топе, жалоб хватает, но ответа на свои вопросы жители пока не получают. Впрочем, вначале руководитель региона подвел некий предварительный итог своих поездок в районы. Институт кураторства необходим. После поездок в районы, а их сегодня уже с дюжину, Павел Малков только укрепился в этом решении. Именно поэтому списки, по его словам, уже составлены. Вот только не все до конца понимают функционал кураторства. Пришлось объяснять. Кураторы назначаются не для того, чтобы руководить муниципальным районом, а подменять собой органы местного самоуправления, а для помощи по самым важным вопросам района. И также я прошу кураторов лично выезжать, общаться с гражданами. Я вижу вот сейчас по итогам поездок очень большой дефицит такого личного контакта, личного общения у людей. Разбор полетов по итогам поездок, судя по всему, в Рио губернатор предоставляет особое удовольствие. Как работают бюрократические машины, он наглядно продемонстрировал на примере капитального ремонта школы в поселке Пехлец Кораблинского района. Даже при том, что все бумаги уже собраны, проектно-сметная документация одобрена, полного пакета документов пока нет. Сейчас мы придем к тому, что они у меня на столе, судя по всему. Но я смотрел, перед выходом сюда не было. Давайте быстро, коллеги, это сделаем и запустим уже, чтобы у нас бюрократические вопросы все-таки с минимума времени съедали, а больше уходило на то, чтобы сделать саму работу. Один из самых резонансных вопросов для Рязани сегодня – платные парковки. Вообще свободное пространство для автомобилей – тема больная для города. А тут большая часть отдано на откуп корпорации, которая даже в бюджет города, по сути, платит мизерно. Диалог Павла Малкова с Еленой Сорокиной получился довольно любопытным. В декабре 2016 года было заключено соглашение между Ростелекомом и администрацией города Рязани о создании платных парковочных мест. По этому соглашению в течение 7 лет 90% собранных сумм поступает в Ростелеком и 10% в бюджет города Рязани. В декабре 2023 года заканчивается действие соглашения, и все эти места и все оборудование становится собственностью города. По платным парковочным местам у нас было понимание, что мы хотим этим добиться. В 2016 году хотели упорядочить парковку, стихийную достаточно, на улице города Рязани. И за счет введения платы за паркоместа создать некий пул свободных мест для желающих припарковаться. Задача никаким образом не решена, стихийная парковка никуда не делась. И мы если, давайте прямым текстом уж говорить, прямыми словами, если мы делаем платные парковки и хотим, чтобы часть из них была свободна, это значит, что мы выдавливаем транспорт вот из тех частей города, где водим эти самые платные парковки. Людям негде запарковаться, или это дорого, поэтому они на машине есть. Но если мы так делаем, мы должны хотя бы общественный транспорт сначала обеспечить качественный, как в другую сторону вот этой медали. Поэтому лично в моем понимании платные парковки – это далеко не только добро. Ремонт северной окружной дороги – еще одна животрепещущая тема. По словам Павла Малкова, с жалобами и фотофиксацией его буквально завалили. Работы идут с опережением графика, заявил зампред регионального правительства Евгений Белинецкий. Дескать, 40 человек и 18 единиц техники работают по 16-18 часов. Получилось как-то неубедительно. Сейчас я вижу одно, и это подтверждено огромным количеством фактов. Фото, видео, жалобы, и сам я это видел. Там работы зачастую не ведутся, люди это видят. Нужно, чтобы они велись постоянно, без перерывов, чтобы там всегда были люди. С опережением графика – это хорошо, надо еще больше его опережать. Плюс у меня все-таки вопрос, как мы можем хотя бы как-то остроту ситуации снизить. Одна полоса осталась. Давайте какой-то еще посмотрим, отсыпать рядом еще, но решение же должно быть. Возле парка «Морской славы» уже снято бордюрное рождение, работают по расширению обочины. Зачастую, когда люди едут по дорожному полотну, у нас же дорога выше, чем поля, и те, которые работают, ведутся внизу, их не видно. Разгрузить одну из главных транспортных артерий города – задача первоочередная, заявил Павел Молков. Самая большая ошибка во всей этой истории – отсутствие обратной связи. Люди сегодня просто не знают, когда будет завершен первый этап, когда начнется второй, сколько по времени они продлятся и какой объем работ будет выполнен. Теперь же на Северную окружную пойдут информационно-инспекционные рейды. Отчеты Минтранса должны стать ежедневными. В 2022 году управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям был выявлен 21 фальсифицированный продукт. Сотрудники ежедневно мониторят рынок молочной продукции с помощью системы «Меркурий» и в случае несостыковок принимают меры. Незаконный ввоз, производство и оборот контрафакта и фальсификата – главный бич современных рынков. Суррогаты не только наносят ущерб экономике государства, но еще самое главное – вводят потребителя в заблуждение по составу и происхождению продукции. А еще может причинить вред жизни и здоровью покупателя. Молочка в первую очередь. За истекший период 2022 года из 57 проб молочной продукции, отобранной управлением в социально значимых учреждениях, 21 образец оказался фальсифицированным. То есть порядка 37% фальсифицированной продукции. При этом среди недобросовестных производителей были выявлены как предприятия региона – это Отырновский молочный завод, индивидуальный предприниматель Исаев Василий Николаевич, а также предприятия иных регионов. Это Московская, Нижегородская, Тверская область, Республика Татарстан. Управлением производится отбор проб продукции. То есть зачастую в этом нам также помогает система Меркурий. Мы уже видим документы, оформленные в адрес, например, социально значимых учреждений. На постоянной основе осуществляется мониторинг этих документов и анализ на предмет прослеживаемости. Существует два типа незаконного оборота продукции – контрафакт и фальсификат. Контрафакт – это когда на этикетке и маркировку наносят чужой товарный знак или же схожие знаки. Например, только в различии шрифта или одной буквы. А вот фальсификат – это уже серьезно. Что в составе продукта – неизвестно. А значит, опасно вдвойне. Зачастую управлением выявляется так называемая безличная продукция, которая не имеет маркировки. То есть, соответственно, не представляется возможным сделать вывод о происхождении данной продукции, понять сроки годности производителя и сопоставить эту продукцию с ветеринарным сопроводительным документами, декларациями о соответствии. То есть говорить о том, безопасно этой продукции, качественно невозможно. Сейчас, в настоящее время, с учетом требований постановления правительства Российской Федерации об особенностях осуществления государственного контроля, управлением в случае выявления такой продукции в обороте, хозяйствующим субъектом объявляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Если у покупателя возникает хотя бы малейшее подозрение, что перед ним продукция сомнительного происхождения, он вправе требовать от продавца расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной суммы. А еще – возмещение убытков за продажу товара ненадлежащего качества. Если такое обращение игнорируют, сразу же обращайтесь в Роспотребнадзор. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В нескольких регионах страны, в том числе в Рязани, задержали участников организованной группы. Их подозревают в краже дорогостоящих телефонов. Где щипачи промышляли и как работали, расскажем в нашем следующем материале. Ловкое движение не сразу заметишь, если не знать, куда смотреть. Схема у ребят была отработана, говорят полицейские. Одна девушка отвлекает, другая вытаскивает мобильник из кармана. Иногда все же работали поодиночке. И целились девчата не на абы какие смартфоны. Подрезали только дорогостоящие. Для своего промысла выбрали одно из самых людных мест – столичное метро. Другие сообщники разблокировали похищенные телефоны, удаляли данные из их памяти и затем реализовывали. Прибыль распределял организатор группы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники московской полиции задержали предполагаемого лидера группы и ее участников в возрасте от 16 до 45 лет. Задержания прошли как в столице, так и в московской и рязанской областях. Сейчас полицейские проводят обыски по адресам проживания подозреваемых. Плюс провели оперативные мероприятия на одном из столичных рынков. Изъяли компьютерную технику, больше ста телефонов и другие предметы с пометкой «Имеют доказательственное значение». Следователями Следственного управления Управления Внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по городу Москве были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство. Сами же участники группы заключены под стражу. Такую меру избрал суд. Пока что в полицию обратились лишь 6 потерпевших. Сейчас правоохранители определяют, какая похищенная техника кому из потерпевших принадлежала. Параллельно идет работа по установлению всех пострадавших. Предварительное расследование продолжается. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова